Они по всей России, схемы все изобретательнее, а люди, как говорят полицейские, по-прежнему доверчивы. Преступный мир шагает в ногу с технологическим прогрессом и ищет все новые способы обмана простых граждан. Самара водителям выдавали недействительные полисы ОСАГО. Краснодар под суд пойдет лжезастройщик. А рецидивист из Перми заработал новый срок за мошенничество в социальных сетях. В Волокду атаковали мошенники телефонные, а чайные добрались до Невского проспекта в Петербурге. Все это новые случаи, опубликованные в СМИ совсем недавно. Такого размаха, как сейчас привлело, конечно, никакого сравнения нет. Сейчас обманывают и стариков, и богатых, и бедных. И система интернета работает на обман, на мошенничество. Мошенничество – это завладение имуществом путем злоупотребления доверием или обманом. Сейчас же список этот словно ассортимент магазина. Здесь тебе и ваш внук попал в аварию срочно нужной деньги, нет времени объяснять. И звонки от лжеспециалистов из банка с вопросом по вашей карте. Уникальные лекарства, косметика, бытовая техника, все что угодно. Только придется внести задаток или сначала отправить всю необходимую сумму и уже якобы после получить товар. Вчера вечером. А вы кого спасали? Сына? Сына, да, воплощая. А он в полицию тоже попал, да, по словам этих мошенников? Нет, не в полицию. Он ехал в работу. Говорит, они меня остановили, что ли? Пьяные оба. Он говорит, я там кнула, говорит, голову от него разбила. Говорит мне слова сына. Это кадры оперативной съемки. Пенсионерка попала в руки мошенников. Якобы сын – виновник дорожно-транспортного происшествия. Чтобы закрыть вопрос нелегально, нужно срочно отдать 100 тысяч рублей. У женщины нашлось 65. Но преступникам хватило и этого. А вот кадры другой. Оперативной съемки – схема все та же. Ваш родственник в беде. Есть даже потерпевшие, которые находятся в больнице. Мне голос показался знакомый, что действительно внук голос. А вот сейчас перебираю, наверное, все-таки не его голос был. То есть они сделали вид, что вы с внуком разговариваете, да, получается? Ну, так получается. И еще рядом какой-то там разговаривал, что надо быстрее. Надо все. В стрессе, оказывается, разобрать человеку бывает трудно, кто же говорит на другом конце провода. Звонить могут как на мобильный, так и на домашний телефон. Жулики надеются на неразборчивость жертвы, давят на жалость, разговаривают серьезно, словно действительно полицейские. Разводы циничные, иногда доходящие до абсурда. Сообщают, дочь в беде, а она вот сидит рядом, живая и невредимая. На улице, как правило, встречают пожилую женщину или мужчину. Говорят о том, что давайте мы вам поднесем сумки. То есть женщина или мужчина пожилые, они как бы в благодарность предлагают, либо иногда сами предлагают дойти домой, либо в ходе разговора, когда их встретили на улице, говорят, что зломышленники представляются, что они являются социальными работниками. На языке оперативника все мошеннические схемы, контактные и бесконтактные. Первые предполагают личное общение преступника с жертвой, вторые через средства связи или интернет. Допустим, соцработник встретили на улице, Иногда, конечно, приходят домой, говорят о том, что сейчас будет произведен обмен денег, вот у нас только пятитысячная купюра, не могли бы вы нам поменять, вам положены компенсации, допустим. Преступники следят за тем, откуда вы достаете деньги. Бывали случаи, что обмен произошел, неизвестные уходят, и вы уже после замечаете, что вернули вам не купюры, а какие-то рваные бумажки. Вам положена компенсация, льготный мед, услуга, да все что угодно. Чаще всего жертвами таких схем становятся люди пенсионного возраста. Мошенники могут даже нафантазировать историю, что их остановили на таможне и не пропускают груз. С вами обязательно познакомятся и попросят вас о помощи. Звонки на мобильные сообщения якобы от банка или личный приход лжесотрудника к вам домой. Помните главное, необходимо позвонить самостоятельно газовой службе, врачу, в пенсионный фонд или банк, чтобы удостовериться, перед вами не преступник. В случае же со звонками о ДТП, бросайте трубку и сами перезванивайте родственникам, действительно ли человек в беде. Анжела Забашта, Геннадий Бухтаяров, Бахтияр Сталтанов, репортер 73.